Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васенин. Какой была эта спортивная неделя и чем она запомнилась любителям спорта? Обо всем этом прямо сейчас! Начнем сегодня, пожалуй, с хоккейных новостей. Саровская ледовая дружина начнет подготовку к новому сезону 3 июля. Именно на эту дату назначен первый общий сбор команды. В течение нескольких дней все игроки, прибывшие в расположение, пройдут медосмотр в Нижнем Новгороде, ну а далее запланированы учебно-тренировочные сборы в Сарове. В августе намечено участие в двух турнирах, которые пройдут в Рязани и Пензе. Кроме того, Саровская дружина пройдет минимум две товарищеских встречи в гостях у Дизеля. На прошлой неделе стало известно, что Саровская спортсменка Светлана Кулакова проведет очередной поединок на профессиональном ринге. В этот раз соперница чемпионки мира по версии АБО станет представительница Малави Агнес Мтимуанкена. Бой состоится 1 июля в Москве в Андеркарде поединка Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко. Продолжается чемпионат области по футболу. В гостях Саровская команда обыграл Нижегородский с Дюшор 8 со счетом 4-0. Два гола забросил новый нападающий клуба Павел Томилин. По одному мячу в ворота соперника забросили Петр Котенков и Владимир Калашников. 5 июля на стадионе Кар ФК Саров примет команду Шахтера из Пешилани. В чемпионате области для саровских футболистов дела складываются не очень удачно. В гостевом матче с Дзержинским Ураном основная команда ФК Саров уступила со счетом 1-4. Все мячи в наши ворота соперник отправил во втором тайме. 5 мячей было забито в матче дубля нашего клуба, который на своем поле встречался с Сергачским Кристаллом. Счет 3-2 в пользу гостей. 24 июня в 15.00 на стадионе Икар в рамках чемпионата области по футболу Саровский клуб примет волну из Кавернина. На прошлой неделе я уже рассказывал о детской футбольной команде, которая показала неплохой результат на турнире «Кожаный мяч-2017» в Иксе. О результатах и перспективах поговорили с самими футболистами. Мы старались, мы боролись, но в следующем матче мы их точно выиграем. В Сарове проходит 25-й теннисный турнир на Кубок РФСНЕВ среди ветеранов. Соревнования открылись в понедельник 19 июня. Среди участников спортсмены из Москвы – Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ёжкоролы, Ангарска и Леснова. Велосипед стал тем видом спорта, который позволяет добраться в те точки города, куда на машине не проедешь, а пешком идти далеко. Взяв на вооружение этот принцип, группа энтузиастов сделала спортивный вид отдыха в велоквест, в котором участникам необходимо угадать зашифрованное место и добраться до него на велосипеде раньше соперника. Организовал, на самом деле, для друзей, потом, когда получилось немножко мало народа, я уже позвал друзей друзей. И, как бы, не было смысла, ну, чтобы первый блин создавать там такую массовость большую. Поэтому, ну, специально сделал ограниченное количество человек, чтобы самому не запутаться. Еще один вид спорта набирает все большую популярность в нашем городе. В минувшие выходные прошел 9-й турнир внефт по спортивному пейнтболу «Ядерный удар-2017». Как оказалось, пейнтбол — это не просто возможность пострелять в соперника шариками с краской. У этого военизированного вида спорта множество тонкостей и тактик игры. Тут очень важен опыт, очень важна тактика, очень важна техника игры. Водение маркером за фигурой. Если неаккуратно будешь работать за фигурой, тебя выбьет. Нужно понимать, с какой стороны выйти, с какой руки стрелять. В борьбе за первое место сошлись команды B-17 и Альфа. Ни одна из команд не хотела уступать. В первом гейме победила B-17, во втором верх взяла Альфа. В основное время не смогли выявить победителя, и игра перешла в овертайм, который также закончился ничьей. Судьбой первого места решила схватка капитана. Сильнее оказался глава B-17. Он принес своей команде победу. Бронзу завоевала команда 21-й элемент, а в трех геймах победившая Малеров. Очень часто я слышу о том, что в городе скудный выбор спортивных развлечений. На самом деле, кто ищет, тот находит. Оказалось, что в городе есть ребята, которые занимаются модным видом спорта, слэк-лайном. Или, если говорить по-простому, ходят по натянутой стропе. Естественно, не удержался, но просился посмотреть и попробовать самому этот спортивный снаряд. Итак, продолжаю пробовать на себе разнообразные виды спорта. И сегодня я дошел до экстремального спорта, который называется слэк-лайн. Что это такое, с чем это едят, узнаем сегодня. А помогать мне в этом будет Николай Лаптев. Привет, Коля. Привет. Что делаешь? Что это такое? Ну, я натягиваю трос. Так, а зачем это надо? Что это такое вообще? Это экстремальный вид спорта. Отлично. Насколько сильно его надо натянуть? Его нужно натянуть, ну, максимально. Пока есть силы. Да. У меня получится с первого раза? Нет. А я надеюсь, что получится. А какие надо иметь, скажем так, физические данные, чтобы встать на стропу и по ней пойти? Нужно на нем научиться стоять. Ну, как? Ну, это как учиться ходить. То же самое, как заново. Так, Коль, я пришел попробовать, с чего мне начать. Какой первый совет новичку ты бы дал? И вообще, с какой стороны к этому подойти? В середине залезать, сбоку? Сначала нужно купить трос. Ну, это понятное дело. Потом научиться на его натягивать. Мы его учились натягивать два дня. Два дня? А в чем тут такая хитрость, секрет и так далее? Ну, с какой стороны вставить трос, механизм натягивать? Как его сделать так, чтобы он ровно был, а не не перекошен никак? Друзья, будем считать, что я эти два этапа прошел. Я тут подкачивался. Сейчас посмотрим, сильно ли я подкачался. До какого состояния надо его вот сюда положить? Дай так. Чем сильнее натянут трос, тем легче ходить по нему. Кому-то нравится по натянутому, кому-то не по натянутому нравится. Дальше. Первое, с чего начинают все. Берусь за трос, ставлю ногу, берусь за дерево и встаю. Так, отлично. А дальше? А дальше? Дальше разворачиваешься в ту сторону. Так, ну что? Первое, надо залезть на него. Для этого вам нужна, если вы новичок, опора. Ставим ногу и встаем на трос. Мама! Вообще, как бы ощущение, знаете, такие прикольные. Пружинит под тобой. Но я держусь за дерево, кстати. Коль, дальше что делать? Стопа, допустим, правая нога. Какая у тебя стоит впереди? Левая. Левая, левая, она стоит вдоль троса. Так. Нужно будет перевести вес на ногу. Должна быть прямая спина. Так. И руки должны быть, ну они не должны быть опущены, в общем. Страшно? А жуть. Слава богу, потому что всего метр высоты. Всего. Если буду падать, это, наверное, будет не больно. Итак, пробуем перенести весь вес. Я, кстати, сделал два шага. Зачем вообще заниматься этим видом спорта? Зачем он нужен? И что тренируется в момент, когда ты не занимаешься? Мышцы ног. Так. Плечи, потому что руки постоянно напряжены. Вообще, все о туловище, оно напрягается во время ходьбы. Это вообще непросто. Это потому что земля. Потому что трос скользкий. Есть просто походить, есть какие-то делать трюки, еще что-то. Как это все называется и зачем это надо? Ходить научиться сложнее, потому что к этому подходить нужно серьезней. Это долго все, это миллион попыток, миллион падений. А когда учишься прыгать на нем, выполнять какой-то элемент, он может получить с третьего раза, ты его поймешь, прочувствуешь. И все, и будешь его делать. А когда начинаю прыгать, там, трюки какие-то делать, то все просто дается. Да нам надо перевести вес на переднюю ногу, расставить крылья или руки и попробовать пойти. Поймать баланс! Вообще, когда учатся ходить, сначала учатся стоять по 15 секунд на одной ноге, потом по 15 секунд на другой. Попробуем? Страшно и интересно. Отпускаем руки. Стоять не самое простое дело. А если прижаться кое-чем к дереву, вообще легко стоиться. Для занятий этим видом спорта необходимо долго, упорно тренироваться. А это как минимум надо купить для себя. Слэклайн, найти единомышленников, ну и выбраться как минимум в лес. Коль, покажи, что ты умеешь, что у тебя получается. Сначала покажу из одной из разновидностей элементы, потом из другой. Давай! Коля, давай еще что-нибудь. С прыжками я все понял. Что еще бывает? Опа! Ого! Ничего себе! Ну что, сегодня благодаря Николаю я узнал, что такое слэклайн, как на него вставать, как по нему ходить, хотя бы какие-то основные базисные вопросы. Выяснил для себя, ну а дальше практика, практика, практика. Коля, я могу к вам присоединиться как-нибудь на тренировках? Конечно, да. Ура! Тогда, значит, через какое-то время я надеюсь, что смогу сделать и кувырки, как Николай. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Пока! Чтобы начать заниматься, достаточно купить относительно недорогое спортивное оборудование и позвать друзей. Как говорят те, кто ходит давно, опыт и практика в этом виде спорта решают. В субботу любителям спорта будет где развернуться. В 15.00 на центральном футбольном поле состоится матч чемпионата Нижегородской области по футболу между ФК Саров и ФК Волна. С 16.00 в зоне семейного отдыха горожане смогут принять участие в веселых стартах, семейной рыбалке, сыграть в огромный баскетбол, волейбол, шахматы, боулинг и городки. На скейт-площадке пройдут показательные выступления саровских боемиксеров. Самые спортивные саровчане смогут принять участие в соревнованиях по футболу, стритболу, волейболу, теннису, шашкам и шахматам. Для самых метких будут организованы соревнования по пейнтболу. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!